МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...чтобы архивные документы были доступны вам, всегда вам, вашим каньерам. И школьникам Фонд Истории Отечества Российское Историческое Общество готовит виртуальный курс по экспозиции. И уже не по льду месяцу любой желающий сможет провести, и пройти виртуальную экскурсию по этой выставке. Провел гостей по выставке директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин. Принципы, на основе которых организована выставка, способствуют формированию объективного взгляда на революцию как у профессионалов, так и у простых посетителей. Мы не видели и не ставили перед собой задачей дать новое прочтение Ленину, предложить интерпретацию его деятельности, считая, что это не является главной задачей историков-архивистов. Наша главная задача адекватным образом репрезентировать в публичное пространство основные вехи, основные документы, рисующие жизнь и политическую деятельность Ленина. На мероприятии присутствовали и зарубежные гости. Особенно важно, что их оценка выставки – это взгляд профессионала высокого уровня. Здесь мы видим очень много новых документов и документов, которые касаются историю Германии. Конечно, это очень важная выставка и для России, и, конечно, очень интересна и для немецких посетителей. Умелое сочетание архивных документов и предметов, использовавшихся Лениным при жизни, делает его личность очень живой и доступной для понимания. Такое непосредственное прикосновение к истории делает выставку крайне полезной именно в прикладном плане. История революции – это, конечно, история, которая еще не засушена. И в ней очень много вопросов, тайных загадок. Тем более информация, которая была не просто показана, а рассказана так доступно, она обогащает, я бы сказала, не только интеллектуально, но и эмоционально учителя. И дает ему возможность, и, я бы сказала, очень много потом различных направлений в исследовании с детьми, которые потом можно будет использовать в своей работе. Я очень благодарен создателям конкурса, на котором присутствую сегодня, что у меня появилась такая возможность прилететь с Камчатки, с отдаленного региона, и увидеться собственными глазами. Преподавание революции в школе – это очень проблемная тема, потому что важно здесь показать объективность происходящих событий. И это настолько сложный вопрос, который на сегодняшний момент в обществе вызывает разные споры. То есть ученикам надо дать возможность проанализировать, пропустить через себя эту информацию и сделать правильные выводы. А для этого необходимы вот как раз такие мероприятия, когда мы видим архивные материалы, когда мы можем предложить потом ученикам поработать с документами, поработать с воспоминаниями участников событий. И поэтому только в этом случае вот этот вопрос, который возникает в обществе на сегодня уже сто лет, он обсуждается, была ли нужна эта революция. Благодаря вот таким вот мероприятиям мы можем дать действительно более-менее объективную оценку. Сдержанный подход к освещению событий Великой Российской Революции важен потому, что нынешнее время должно быть порой мира и созидания. Мы отмечаем это событие, столетие Великой Российской Революции, не как праздник, а как дополнительный повод еще раз, может быть, более глубоко, осмысленно и более объективно оценить события в поле недавности, проанализировать причины революции 1917 года. Ну и главное, это значение, которое событие революции имело и для нашей страны, и для всего мира. За свою историю Великая Российская Революция проделала в сознании наших соотечественников довольно пространный путь. Если ее первый 50-летний юбилей праздновался под лозунгом «Нет у революции конца», то, видимо, нынешняя круглая дата призвана поставить в революции точку. Дмитрий Руднев, Павел Карасев, Денис Соколов Собственная служба информации Российского исторического общества.